Я отец Боязова Марата пришел сюда, чтобы пояснить свое отношение к этому делу и высказать свое мнение. Что произошло? Мой сын находится под арестом. Наша семья и знакомые задают разные вопросы. Что произошло? Участвовал ли мой сын в этом преступлении, как говорят следователи, или нет? Моя семья, я имею ввиду, и знакомые, это большой коллектив, до этого дружный. И сейчас идет разное мнение по отношению к этому задержанию. Поэтому я пришел и решил рассказать то, что я знаю и то, что я думаю об этом следствии. Мой сын был арестован в октябре. Ему предъявили страшную статью, там массовые беспорядки, вооруженное восстание, подготовка, вернее, к вооруженному восстанию. В общем, государственная измена. Раньше при Советском Союзе за эту статью моментально расстреливали. Расстрельная статья. В действительности, предъявив это обвинение, прокуратура основывалась на чем? Что был создан комитет по переработу. Этот комитет заседал в каком-то кафе. И якобы мой сын был членом этого комитета и принимал деятельное участие в заседании этого комитета и в этом собрании. Он не был членом этого комитета. И там, и там также не участвовал. Обвинение одинаковое. Ко всем 26 или 27. Смотря на то, что как велось следствие по моему сыну, я могу с большей уверенностью сказать, что как проводилось следствие по сыну, так и проводится следствие по остальным фигурантам этого дела. Мне непонятно, почему это уголовное дело, или как его можно назвать, закрыли. Ведь, казалось бы, если следствие уверенно, оно должно провести открытое судебное заседание, чтобы всему народу сказать, вот эти 20-30 человек, подлецы, они готовились свергнуть власть. И открытое заседание, на котором они могли бы доказать, что эти люди преступники. Но этого не делается. А если этого не делается, значит, возникают сомнения, и очень большие сомнения. Это, скорее всего, кто-то хочет выслужиться или показать свою значимость перед нашим первым лицом, запугать его, это сказать, вот тебе хотели там власть эту твою свергнуть, Вот, смотри, 30 человек мы арестовали. Ну, по версии следствия, там речь идет о массовом, вот в отношении меня, что я массово, организованно захватывал власть, сопровождая это дело пожарами и взрывами. Ну, я, честно говоря, не вижу никакого интереса к политической деятельности, не вижу себя ни депутатом, ни министром, поэтому никаких позывов массово и организованно захватывать власть у меня нет. Дело очень непростое, с пожарами и взрывами. Шикарная компания, очень перспективные политики, значит, блогеры. И я считаю, что для простого, значит, народного гражданина участие в этом деле – это большая неожиданность. И я с большим интересом в нем участвую и ожидаю конца. Чем же все это закончится? У каждого здравомыслящего человека появляется. Если МВД арестовало 30 человек и такое обвинение предъявило, значит, что-то есть. Не может быть 30 человек безвинными. Ну, не может. Значит, кто-то из них готовился, просто не нашли. У убывателей это может возникнуть. Ну, и вот, представляете, там был один трагичный и такой случай. После, ведь, когда ходишь среди родственников, адвокатов, там слышишь, это слышишь, о, их отпустят. Вот сейчас Башкарма с Узбекистана приедет, побудет, договор ратифицируют, подпишут. Чего их держать? Выпустят. Ладно, приехал президент Узбекистана, уехал. Тут другое говорят. Слушайте, вот там это, Киргизия получит кредит на миллиард или на сколько на дорогу. Подпишут договор, их отпустят. Вот эти 30 человек, они взрослые достаточно. Но они настолько верят в какое-то взрывомыслие и справедливость, что повелись перед Новым годом, когда президент уехал. Среди заключенных прошел слушок, ну, перед судебным заседанием, что в зале суда вас всех отпустят. Каждый из них уверен был. Ну, он знает себя и он знает то, что он не совершал этого. И все пришли к мысли. Наконец-то правительство это одумалось и всех отпустят. Прям в зале суда. И они на судебное заседание поехали со своими вещами. Вы представляете, что это такое? Это не то, что их обманули, а то, что они верят в свою невиновность. Сто процентов, тысячу процентов. Они уже с вещами пошли. Я единственное хотел разъяснить, посадив 30 человек, это умножьте хотя бы на 10. Вот 30 семей умножьте на 30 родственников, это тысяча человек, получается, которые бьются за то, чтобы доказать, что их отцы, сыновья ни в чем не виноваты. Вы знаете, каков процент рецидива в уголовных делах? 60 процентов. То есть из 30 подследственных, или как там правильно сказать, так или иначе выйдут на свободу. Это само собой. 60 процентов из них будут пересматривать свое отношение к правительству. Они были же, ну, как вам сказать, они были достаточно лояльные. Никто из них не высказывался за это вооруженное восстание и переворот. Никто. А теперь из них уже будут после вот этих всех дел задумываться, как действительно бороться, как влиять на правительство.